Здравствуйте, пупсята! С вами как всегда Мистер Агресс, и это топ-5 причин, почему ты сильвер, ну или бронза. Причин на самом деле может быть больше или меньше, это дело сугубо личное. Из-за этого я затрону лишь самые популярные причины, по которым люди не могут выбраться с низких рейтингов. На пятом месте располагаются Мерси Майнеры. Да-да, не удивляйтесь, ведь Мерси – это тот хил, который зачастую не вносит никакого импакта в победу, помимо самого хила и изредкого усиления тиммейтов. Пока другие хилы способны соло-убить чуть ли не любого противника в схватке 1-1, а Мэр и Тай вообще способны забрать всю голду своих тиммейтов, Мерси лишь приходится молиться на команду. Мерси, безусловно, хороший хил, но на ней очень трудно подняться в соло. Из-за этого, если вы мейнете Мерси, найдите себе сильного дэдэ в пати, и тогда ваш рейтинг будет расти вверх, избавив вас от постоянных качель. На четвертом месте располагается малое время, проведенное в игре. Если вы играете в игру пару каток в день, то вы вряд ли подниметесь. К сожалению, Overwatch, как и большинство игр с рейтингом, требует уделять ему достаточно много времени. Даже если у вас винрейт 60%, чтобы выбраться с 1500 рейтинга, вам понадобится отыграть 100 игр. Но зачастую винрейт куда меньше, плюс если вы играете редко, то вы теряете навыки на персонажах, в то время как задроты по типу меня их только наращивают. Если вы хотите прогрессировать в игре, то нужно играть хотя бы часа два в день, ну или 10 игр. Третье место занимает пикну что попало, и вы так сойдет. Когда вы берете гензи третьим дпсом, не умея на нем тащить соло, в танка или хиллера, когда нету мейна, или вообще впервые садитесь на думфиста во время соревновательной игры, вы уменьшаете свой шанс на победу, ну просто колоссально. Если вы хотите опыть рейтинг, а не сидеть на месте, пытайтесь подстроиться под пик команды, пикая максимально метового героя. Тиммейт взял рх, возьми ему зарю, если нету офтанка, видишь мёрси пытается хилить в одиночку, пикни дзен или люсио, помоги бедняжке, заодно и будет сайф ульта для команды. Но если уж ты решил все-таки взять третьего дпса, что будет уже невозможно с 13 августа, то бери именно того, на котором ты точно будешь вырезать все живое, а не просто заряжать ульту противника. Если уж говорить на будущее, то нужно отельбонить хотя бы двух персонажей того класса, который ты мейнишь, ну чтобы уж точно всегда было на ком играть. И желательно, чтобы это были метовые персонажи, ведь они же не просто так попали в мету. Второе место. Ну и одна из самых популярных причин игры на лоуранге, это настройки твоей игры и твоих девайсов. В игре максимальная графика, которая даёт им потлаг, так ещё и сенса выкрученная на 50. Божечки-кошечки, да тут ещё и мышка за 40 аривен. Ну извини, если ты играешь на имзависимых персонажах, то туби конец, стекай из катки. Для игры на имзависимых персонажах должны быть максимально снижены настройки графики, дабы убрать малейшие импутлаги. Нормальная мышка, а не с офисным сенсором, который, блин, от резкого рывка, может просто залипнуть пол, словно твоей мышке стало стыдно за то, что на ней играют. Так ещё и идеально подобранная сенса, причём не заоблачная со словами, а мне так удобно, а нормальная в пределах разумной нормы. В среднем у игроков Overwatch от 4 до 6 тысяч общая сенса в игре. Это твой DPI на мыши, умноженный на сенсу в игре. Конечно, есть лёди, которые могут играть и на более низких или высоких значениях, но они всё равно не уходят за рамки разумных. Так что, если у тебя стояло, допустим, в игре 15 и 1000 DPI на мыши, советую попробовать уменьшить общее значение, хотя бы 1000 до 9. И, наконец-то, первое место! И самая частая проблема на лоу-рейтингах. Помогите, 20 FPS, я играю на тостеры! Но тут уже ничего не поделаешь. Если нет денег на новый, более мощный ПК, придётся смириться. Минимальное значение для игр на им зависимых персонажах — это 60 FPS, так как большинство мониторов 60-герцовые. Если FPS меньше, то придётся неистово страдать, и лучше вообще воздержаться от DPS лота, променяв его на танков или хилов. Ибо чем меньше нужно иметь, тем будет проще. Плюс, надо выставить все настройки в минимум. Да-да, есть люди, которые на низком FPS играют на фулл настройках. Типа так красиво! А то, что, сука, ты вдовой только в стену попадаешь, тоже красиво, блин! Короче, сделай всё возможное для поднятия FPS. Тут уже графика не важна. Понижай процент прорисовки, графон в минималочке, разрешение экрана и так далее. И да, не забываем включать сокращение буферизации — полезная штука. Если FPS резко падает ещё ниже, выключи её и заново включи, должно помочь. Вот, в принципе, и все основные причины, по которым люди сидят ниже голды. Есть, конечно, и цельд, плохой геймсенс, вылеты интернета и многое другое. Но если у вас есть хотя бы одна из перечисленных проблем, попытайтесь её решить как можно скорее. Ну, либо не стремитесь к чему-то более высокому. Для общего развития. На рейтинге ниже голды играет ныне 20% игроков. И ещё в районе 35% играет в голде. В платину входит ещё 30% игроков. Всё, что выше — это уже то бы всея Overwatch. На этом видео подошло к концу. Не забываем посещать мои ежедневные стримы по Overwatch и не только. До встречи, мои пупсята! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...